Кто в детстве из мальчишек не зачитывался в захлёб историями о пиратах, морских приключениях и не мечтал стать моряком? Пенчанин Григорий Касько как раз из таких романтиков. Его мечта без преувеличения всей жизни – построить свой корабль. Целенаправленно он пошёл служить на флот, идя поэтапно к осуществлению своих грандиозных творческих планов. На флоте и до флота я изучал парусники. И так мне хорошо попало, что до службы я ещё работал в библиотеке, 9 месяцев библиотекаром, в сельской библиотеке. И все книги я про парусники читал. И осваивал понемногу. Но хочу сказать, даже отец мой ныне покойный собирал мне материал на корабль. Тоже как-то поддерживали родители эту мечту. С юношеских лет пенчанин собирал строительные материалы. А когда вышел на пенсию, перестал ждать, как говорится, с моря погоды. Начал заниматься собственным проектом. Определённые предметы закупал за свои средства. Чем-то делились друзья и знакомые. Все чертежи фрегата и расположение в нём локации делал самостоятельно. Помогло техническое образование. Караб строился так. Немножко помогали одноклассники. Немножко, так немножко. Стены его сдвигнуть. Четыре календарных года. Плюс болезнь, операция. Ну и не всегда есть натхнение работать на корабле, как говорится. Ну и ещё хочу заметить. Так Бог даёт, что если я что-то задумал, вот стать эти пушки. Я задумал, да. И мне тут же приснилось, и я ночью стою, зарисовываю, или утром напрягаю память, чтобы мне вспомнить, что мне показано было во сне и как делать. Пожертвовал кое-чем и пушки сделал, между прочим. Первый этаж постройки – фантазия на тему затонувшего корабля. Его наполняют инсталляции, повторяющие реальный подводный мир. Кораллы и дельфины размером в человеческий рост. А в кают-компании, например, можно увидеть пиратский сундук с сокровищами и старинные часы. Средств и сил ушло, словом, немало. Канаты настоящих использовали на кораблях. На такелаж ушло более километра тросов и 200 метров канатов. У меня в руках это называются цепные ядра, скованные двумя цепями для того, чтобы рвать на кораблях снасти. Они закладывались в пушку, и когда она стреляла, рвали на мачтах тросы, и корабль становился неуправляемый. И тогда его легко было взять в плен. Откуда эти штуки у вас? Ну, сам сделал, откуда-откуда. Дом-фрегат составляет 6 метров в высоту, ширина 4,5 метра. Его длина 15 метров. На корабле есть пушки и штурвал. Все оригинальное, просто Григорий Касько их самостоятельно выпилил из пеноблоков. Штурвалы я сделал, могу поделиться, как говорится. Велосипедные колеса. Залил ручки, сделал, приспособил. А эту достал я старую, ненужную швейную машину и сделал к штурвалам станину. И очень оригинально смотрится, между прочим. Корабль Григорий Васильевич назвал лаконичные символические мечта. Фрегат все еще находится в стадии постройки. Здесь разместится аквариум, и появятся новые фантазийные локации на морскую тематику. Продолжение следует...